Здоровье Здоровье Денис, у вас есть портфель? Да, есть Большой, в большом количестве бумаг Я, наверное, немножко сразу отступление сделаю В нашем молодежном министерстве Не только специалисты по здравоохранению У нас также есть и экономисты И бухгалтера, и юристы То есть молодежный региональный Минздрав, он достаточно То есть он состоит не только из медиков? Да, да, да Там даже требуются, да Специалисты других областей Потому что здравоохранение это не только лечение пациентов Хотя без этого, конечно же, никуда Но это еще и правильный организаторский подход Экономический подход Юридический подход Умение принимать управленческие решения Вообще, знаете, вот в первую очередь Все-таки возникает мысль о раздувании штатов 65 человек Я изучала этот вопрос по России Ну, почти нигде нет такого органа С этого начну, да? Но вот, например, в Ульяновской области Молодежный Минздрав состоит из 10 человек Вам вот 65 надо было У нас очень много направлений деятельности Как в самом основном Министерстве здравоохранения Самарской области Так и в Молодежном Министерстве И Молодежное Министерство, оно помогает Основному Министерству решать какие-то острые проблемы Поэтому нам необходимо было привлечь Достаточное количество специалистов Которые компетентны не только в вопросах оказания медицинской помощи Но и в вопросах, в других вопросах, так скажем Которые существуют у нас в медицинских организациях Универсальная такая структура Ну хорошо, Татьяна Вячеславовна А вот все-таки Молодежный Минздрав Это политические игры или это серьезно? Это серьезно Это достаточно серьезно И поскольку это орган Который создан был При основном Министерстве здравоохранения Это не просто политические игры Это попытка привлечь Молодых инициативных людей Для решения Каких-то вопросов Которые у нас возникают В нашей сфере И их видение новое Инновационное какое-то, может быть, решение этих вопросов Сергей, что привело лично вас в Министерство? Моя история очень такая своеобразная Я уже в свое время, когда я закончил университет Я хотел пойти на кафедру основного здравоохранения Но судьба сложилась так, что я попал в хирургию Занимался только хирургией Занимался-занимался Тут молодежное министерство То есть лечить вы не хотели, вы хотели управлять? Нет, я лечил Еще как лечил, что времени не было туда даже попасть Но так сложилась судьба, что я туда пришел Пришел, посмотрел, начал ходить Начал основательно так этим заниматься Мне это очень понравилось У меня какие-то организаторские способности проявились И в принципе я сейчас там, только недавно я попал в состав Но до этого работал как резерв То есть очень долго уже, на протяжении многого времени И вроде успешно все получается у нас Ну это мы еще посмотрим Конечно, посмотрим Денис, каким образом формировалась структура И насколько это было просто или же? Ну официально датой рождения молодежного министерства Можно назвать 30 марта 2015 года Когда после подписания министром здравоохранения приказа Вот был сформирован наш орган Естественно начались отборочные испытания То есть это будет ваш профессиональный праздник теперь, да? Это наш такой молодежный министерств Профессиональный праздник, 30 марта Несколько этапов проходило формирование На первом этапе мы участвовали в федеральном конкурсе регистратур На региональном этапе А в целом вот что требовалось от претендентов И вообще был ли какой-то конкурс? Конечно, конкурс был Даже скажу, что у нас состав резерва сейчас составляет порядка 45 человек То есть это те люди, которые не вошли в основной состав Можно отметить, что если основной состав 65 человек И резерв 45 человек А еще есть люди, не попавшие туда То это своеобразный конкурс все равно был Что нужно от членов молодежного министерства? Вот сейчас, как руководитель этого органа Я могу сказать, что для нас очень важна инициативность Инициативность тех молодых людей, которые к нам приходят Инициатива же наказуема у нас Инициатива наказуема тем, кто ее инициирует То есть она падает, собственно, на тех, кто эту инициативу инициирует Если они себя активно не будут проявлять Зачем тогда мы нужны, по сути? Тогда нет смысла привлекать нам таких людей Которые спокойные Которые не хотят, не интересуются Теми направлениями деятельности Которые у нас осуществляет молодежный Минздрав Нам такие просто не подходят Сейчас понятно, что все обсуждается везде Особенно в соцсетях Я думаю, вы тоже много чего про себя читали и знаете Ну вот, например, один из тех, кто пишет, задает такой вопрос В министерстве катастрофически не хватает современных профессионалов Или же информации о реальном положении дел? Чего именно не хватает? Информации о реальном положении дел То есть физически нет возможности выйти, постоять возле регистратуры Например, как вариант Да, как вариант И бывает такое, что если мы приходим Именно как работники министерства Нам показывают немножко другую картинку, так скажем А когда приходят люди, которые являются теми же пациентами И еще не предупреждают о своем визите Немножко по-другому складывается впечатление И о работе учреждений И об организации в целом медицинской Поэтому нам это очень важно И нам важен взгляд именно со стороны, так скажем И возможно выявление каких-то проблем Которые мы, как работники министерства, не видим А вот смотрите, медики и пациенты Это, ну, хоть и дружественные в идеале Но это все-таки два лагеря, да, будем так считать Вот вы, с одной стороны, медики И, наверное, в большей степени С другой стороны, вы должны изучить ситуацию С точки зрения пациентов Кто возьмет вверх? Смотря какая задача перед нами стоит Если перед нами стоит задача оценить со стороны пациентов То, конечно, мы должны позиционировать себя как пациенты В чем разница между большим министерством и молодежным министерством? У нас есть дух новаторства Желание что-то поменять Если большое министерство даже идет Оно видит, что вот это, допустим, есть, да И оно так давно достаточно, ну, вроде бы И оно даже справляется со своими обязанностями То у нас все равно появляется желание это изменить У нас даже идеи возникают какие-то по этому поводу Мы их, естественно, предлагаем, согласуем Потом даже можем внедрить Вот здесь несколько Просто еще, понимаете, тут такой вопрос Все говорят, когда мы вот росли Да, что мы совсем другие Мы другое поколение В том-то и суть Что мы по-другому на все совершенно смотрим Поэтому мы будем стараться этот вопрос урегулировать Как-то заступаясь за пациентов Но и не обижая врачей, наших же коллег, понимаете? Это очень сложно Это на двух стульях усидеть называется Никто не смотрит на проблему Все говорят, врачи плохо общаются с пациентами Да, мы согласны, всякое бывает А слышат вообще люди, как пациенты общаются с врачами? Вот тот, где об этом задумывался Ну, это другой, да, это другой лагерь Это другой вопрос, другого Просто все смотрят со своей стороны И пытаются тянуть одеяло на себя Но суть тут в другом вопросе Надо урегулировать все так, чтобы все работало универсально Чтобы врачи были довольны И пациенты были довольны Вот надо стараться Мы к этому стремимся Мы к этому стремимся Хорошо, Татьяна Вячеславовна Вот они говорят, что мы дерзкие Мы инициативные Но это ведь очень хлопотно И на самом деле они, ну, наверное Без сомнения будут приносить какую-то пользу Но и беспокойства вам доставят много Нам это необходимо Понимаете? Это новая струя Новый подход Новый взгляд И нам он просто необходим Я позволю себе сейчас пересесть в лагерь скептиков И спросить, не знаю, кого Но как вы думаете, как быстро нащелкают вам по носу И успокоят с вашей инициативой? Любая критика, она должна быть конструктивной Мы к любой критике подходим как к конструктивной Если есть критика, она по какому-то поводу Что-то нужно исправлять Но это не значит, что нужно остановиться и сидеть там плакать И не действовать И ничего не делать Как дети Нет, критика, она нужна для того, чтобы двигаться дальше Чтобы двигаться вперед Мы наоборот Мы приветствуем критику В этом суть Та критика, которая к нам приходит Это наш вектор Мы видим, что мы делаем так или не так И это наше направление в будущем Есть день учителя И такая форма сотрудничества в школах Когда ученики на один день становятся директором, учителями А руководство школы, соответственно, наоборот Вот, может быть, вам попробовать устроить такой день И дать порулить один день в министерстве Нет, большое спасибо Это слишком большая ответственность То есть вы не берете на себя такой ответственность Это слишком большая ответственность И пока мы, конечно, к таким шагам еще не готовы Но вообще возможно рассмотреть такую интересную мысль Мы даже с предложением выходить не будем Слишком рано, на работу приходят просто Мы не просыпаемся Мы на час позже встаем Хорошо, ну давайте вернемся все-таки тогда к мониторингу регистратур И мне, на самом деле, очень интересно, что вы там увидели И что доложили такого, о чем в министерстве не знали Мы увидели разные подходы в различных поликлинических учреждениях города Самары Они все неоднородны Есть лучше, есть хуже Во многом то, как работает поликлиническое учреждение Зависит от руководителя, от его инициативности Я думаю, что ту критику, которую мы принесли тогда В рамках вот этого проекта Она была учтена, даже не думаю, она была учтена Потому что буквально недавно на последнем видеоселекторном совещании с министром Говорили о том, что были приняты по этому поводу уже меры Были изменены состав информации Ну это такие вот вещи, о которых, может, не нужно углубляться Но, в принципе, позитивные тенденции, они есть Наш голос слышат, и это очень важно То есть мы не просто так что-то делаем, там где-то что-то сказали и говорим, надо это исправить Важно то, что к нам прислушиваются И какие-то управленческие решения после этого принимаются Какие-то позитивные шаги по этому поводу идут Ну а вас-то самих что-то удивило? Потому что регистратура, это, в общем, первая ступень, с которой человек сталкивается, переступив порог медицинского учреждения Я, наверное, могу сказать, что до этого нас не воспринимали так всерьез А вот совсем недавно, когда был отчет, да, Денис Сергеевич? Мы как бы обо всем сказали И тут уже это, наверное, на руку сыграло Что все подумали, очередная общественная организация, никакого смысла от нее не будет Но немного они ошиблись в расчетах Оказалось, что все не так просто Ну а вот что-то уже по вашим этим замечаниям сделано? Да Можно сказать, что во втором поликлиническом отделении городской больницы номер 7 Есть позитивные изменения Об этом сказали на видеоселекторном совещании То есть там изменен подход к информированию пациентов К регистраторам, к обучению регистраторов Поэтому позитивные тенденции, они в любом случае есть Нужно будет? Еще раз посмотрим, что там происходит Для того, чтобы еще раз сделать какие-то направления, еще что-то поправить Я сейчас хочу предложить на ваше обсуждение еще одну тему Достаточно острую, которая вот последнее время поднималась уже и на уровне министерства Здравоохранения Давайте посмотрим сначала сюжет, потом поговорим об этом Я из Красноярского района, там у нас есть больница Вот, я там лечилась одно время И родственники у меня там проходили лечение Я хотела бы туда вернуться В район? Да Почему? Ну там нехватка врачей, как известно, все же хотят в город А больных и там не меньше, чем в Самаре Или в других крупных городах И им тоже нужна помощь Я думаю, что я там пригожусь Анастасия Розанова редкое исключение исправил По данным статистики, в селе остается лишь 5% молодежи Ни для кого не секрет, что выпускники медицинских вузов Также с неохотой идут работать в государственные и муниципальные больницы Катастрофическую нехватку кадров испытывает первичное звено Первичное звено в городе, а что такое? Это поликлиника Это скорая помощь Это те места, куда человек обращается сразу Что бы с ним ни случилось, понимаете? И там не срабатывают вот эти механизмы В том числе и потому, что не хватает врачей Не хватает их там А студенты, вот они хотят Вы сейчас зайдите в аудиторию, это 5 курс И они вам скажут, где они хотят работать Они хотят работать в кардиоцентре, в областной больнице В клиниках, университета, понимаете? А вот это все осталось как бы мимо них прошло Чтобы заинтересовать молодых специалистов В области существует программа «Земский доктор» Выпускник, приехавший на работу в районную больницу Сразу получает миллион 160 тысяч подъемных Но и это не мотивирует будущих медиков связать свою жизнь с глубинкой Всего почему не хочется? Ну я же вот говорю, что из-за того, что больницы не так обеспечиваются из бюджета То есть как бы денег выделяется намного меньше Поэтому не хватает каких-то препаратов Наверняка не хватает Хорошо, но там сразу дают чуть ли не жилье Ну это, конечно, заманчиво Но я думаю, что это все-таки компенсируется именно вот такими аспектами То есть получается интереснее не материальный фактор, а техническая оснащенность Конечно, да Работать намного легче и пациент намного удобнее с ними работать По информации Министерства здравоохранения Обеспеченность врачами в городе у нас в два раза выше, чем в районах Чтобы изменить ситуацию, в медицинских вузах начали обучать студентов по целевому набору Но и эти специалисты не всегда доходят до запланированных им рабочих мест То, что вы и ваши коллеги не хотят работать в селе Это ведь, в общем-то, не придумано Ну давайте поговорим о целевом договоре Что такое целевой договор? Это возможность поступить по целевому набору То есть не в общем конкурсе, а по целевому набору То есть другой совсем конкурс, это первое Второе, что такое целевой договор? Это будущее места работы, по сути То есть работодатель вам гарантирует место работы, где вы будете работать по прошествии шести лет Кто вам еще где может дать такую гарантию к месту работы? Это понятно И еще помимо всего этого, да, нам нужно сказать Помимо всего этого еще некоторые учреждения и многие учреждения Они еще оказывают меры поддержки во время обучения этих студентов целевых Целевой договор, безусловно, эффективный метод обеспечения кадрами Я согласна с вами Вот не только, вы говорите про систему Но их 160 человек в год 150, да, с 4 вот в прошлом году То есть этого недостаточно А остальные это все равно не хотят Вот, например, вы сможете предложить большому Минздраву какие-то варианты еще решения этой проблемы? Я даже больше скажу Они даже не имеют представления о сельской больнице На мой взгляд, эта тема достаточно такая стигматизированная Мы представляем себе сельскую больницу где-то там, далеко, там, маленькую В виде, там, деревянного Но мало денег, мало оборудования и много пациентов Это общее мнение Это совсем далеко сейчас не так У нас на базе сельских больниц есть межрайонные центры У нас на базе сельских больниц есть очень хорошие Туда поставляется очень хорошее оборудование Они очень хорошо оснащены У нас есть даже компьютерные томографы в сельских больницах То есть это тоже говорит о том, что достаточно средств выделяется для того, чтобы Оказывать качественную помощь и сельскому населению Ну то есть ребята уже принимают участие в решении такой достаточно серьезной проблемы Хорошо, что еще? Что еще уже сделано вами за это время? Давайте поговорим, наверное, о дисбалансах, раз уж мы о них начали То есть мы говорим, что у нас есть дисбаланс между селом и городом Но у нас также есть дисбаланс между первичным звеном и стационарным звеном Между частными и государственными клиниками, конечно Ну тут дисбаланс, как бы я не знаю его точно А вот тот дисбаланс, который есть между определенными специальностями и общими специальностями Он тоже его видно, да? И вот по этому вопросу тоже необходимо проводить работу, безусловно, она нужна Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас стараемся информировать студентов Самарского государственного медицинского университета О предоставляемых мерах социальной поддержки То, что делают учреждения То есть с кем буквально для вас выгодно заключить этот договор о целевом обучении Причем, наверное, нужно подчеркнуть, что договор о целевом обучении Он заключается не только при поступлении Его вообще можно заключить в любой момент обучения И человек получает помимо места работы будущего Еще и меру социальной поддержки Катаракан Ну это много уже не думать о том, куда ты пойдешь А знать совершенно точно, что у тебя есть место работы Хорошо, еще какие-то проекты за это время уже удалось хотя бы начать Если не осуществить Про молодежный министерство разъясняет Ну сейчас, да, сейчас вот мы включаемся в проект Начинаем его запуск, набираем контент Такой проект, как молодежный министерство разъясняет Мы в доступной форме, в видеоформате Пытаемся объяснять жителям Самарской области Ну здесь не только же, получается, студенты Очень простые вещи, да, будем объяснять Мы стараемся делать так, да, чтобы жители Самарской области понимали Почему принимаются те или иные организационные решения Что нужно делать в тех или иных ситуациях Как осуществляется обеспечение определенными, там, лекарственных средствами Еще как-то, да И также мы вот сейчас уже готовим видеоряд По победителям федерального конкурса Для чего это нужно? Для чего? Для повышения престижа профессии Да, для повышения престижа профессии Медицинские работники Наши медицинские работники, наши врачи в Самарской области Завоевали федеральные награды Причем их там не один человек даже У нас было пять победителей федерального уровня Это наши сотрудники, это наши коллеги буквально Мы за это очень переживаем Мы хотим в будущем, чтобы, знаете, когда едете по городу Весели не только спортсмены, да, что там чемпионы какие-то Почему наши врачи? Наши врачи, наши средние Ну, у вас есть большой Минздрав, вы можете задать вопрос Почему этого до сих пор не случилось? Мы сейчас работаем Мы работаем на этот вопрос Мы как раз привлекаем молодежное министерство Для того, чтобы эту информацию донести до широкого круга населения Сергей, какие ближайшие планы? Ближайшие планы у нас очень серьезный проект Под названием «Мониторинг приемных покоев» Он будет нашим отделением делаться Там будут три номинации Первая номинация – это «Этика и донтология» Вторая – «Доступная среда» И лучший приемный покой по итогам По итогам конкурса, анкетирования То есть будет происходить еще и анкетирование Вот это вот такой сложный проект На который обратил внимание взрослое министерство Сразу, когда я только его придумал Я, в общем-то, его придумал И я с ним зашел туда, по сути И вот он очень тяжелый, сложный в плане выполнения Нужны нормативные документы Чтобы все это правильно сделать Нужно понимать, как работает приемный покой изначально Этот проект, он почему такой нашумевший? Мы его будем делать с другими общественными организациями Например, с молодежным правительством То есть там будут наши коллеги То есть он очень такой обширный И хотим проверить все больницы, какие можно Но нельзя просто так пойти Так сказать, открыть дверь ногой и проверить Мы должны все до конца расписать Разобрать А потом уже согласовать обязательно С основным министерством И собрать команду И идти смотреть И давать свои какие-то оценки Тут же мы так же будем, как в регистратурах Больше оценивать, как пациент Приемный покой, его работу И, наверное, даже в каких-то моментах Попытаемся объяснить Когда люди всякие плохие отзывы оставляют Почему это происходит? Просто некоторые люди вообще не понимают Что такое приемный покой Что это вообще больница Что люди приходят не просто так, а они больные Попытаемся все это объяснить Все, что происходит приемном покое И с позиции пациента Чтобы люди понимали, да Что здесь вот там человеку плохо Вот он так вот, и ему тоже плохо Но должны понимать, что этому человеку хуже, чем ему Вот такие вот Потому что в социальных сетях Льется очень много негатива Именно на приемный покой Просто были такие случаи Когда я заходил в социальную сеть И в эту ночь, когда я дежурил Писали там какие-то неприятные вещи Хотя это работа Это больница Экстренная больница И это взгляд одного человека А не работает в целом системами Раздуть просто, начинается раздувание Наверное, здесь надо сакцентировать немножко момент Для чего мы привлекаем общественные организации Спасамарской области Как раз для того, чтобы люди далекие от медицины Не имеющие медицинского образования Сами посмотрели на работу Сами сделали какие-то, может быть, поправки Может быть, замечания То, что... Как это уже вяжется с нормативной документацией Другой вопрос, да? Но мы видим То, что хочет человек И уже от этого нужно отталкиваться Да, будут нам задавать вопросы, да, из нашей организации То есть какие-то люди привлеченные, да, извини Мы будем им объяснять это Почему, если так происходит? Чтобы они потом объясняли другим Может быть, это все разойдет Сами знаете это Очень здорово, на самом деле Что вы поднимаете престиж профессии Потому что врачей у нас принято, в общем-то, ругать Сегодня Но скажите, а что вы планируете сделать для пациентов? Вот сейчас перейдем к другой стороне У нас, в принципе, совсем чуть-чуть уже времени осталось Ну, в принципе, вот этот вот проект Мониторинг приемных покоев Он направлен на кого? Разве он направлен на врачей? На пациентов Нет, он, конечно же, направлен на пациентов Для того, чтобы им это стало доступнее Даже три номинации, которые там разработаны Они так и отражают Доступная среда То есть доступность для лиц с ограниченными возможностями То есть этого приемного покоя, приемного отделения Этика и деонтология То есть то, как общаются с пациентом Оценка пациентов А скажите мне, доступны ли вы для вообще всех желающих? Конечно, абсолютно доступны Потому что я думаю, что люди, наверное, у них есть что сказать И каким образом это сделать? Совершенно доступны Как с вами связаться? Те же социальные сети, пожалуйста Мы абсолютно открыты Нас многие знают И мы очень такие позитивные ребята Стараемся работать Все знают, что мы абсолютно общественная организация, которая работает Мы отучились в шесть лет в университете Мы очень любим медицину Не боитесь стать чиновниками? Нет, не боюсь И забыть про эти шесть лет А мы, честно говоря, знаете, не думаем об этом Совершенно разные подходы Для нас важна работа Только та, которую мы делаем А не вот те политические игры, о которых вы начали говорить в начале Пытаясь нас куда-то там увезти Увезти в другую сторону Немножко другая цель Да, у нас другая цель формирования Пока у нас только работа, работа и работа Ну здорово, что вас не так просто куда-то увезти в другую сторону Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию Спасибо Давайте подводить итоги Ну, что можно заключить после нашего разговора совершенно точно Ну, первое, у нас в Минздраве есть новая боевая единица И второе, эта единица доступна для контактов Ну, а дальше, в общем-то, посмотрим Ну, в любом случае, жизнь требует движения, как сказал Аристотель Спасибо, до встречи Спасибо Субтитры подогнал «Симон»